Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Марина и сегодня я представляю вашему вниманию попетельный подробный мастер-класс по увязыванию вот таких замечательных носочков. Данные носки связаны у меня на размер 36-37 и использовала я вот такую замечательную пряжу, это Drops Nord классический носочный состав. То есть кто не знает, я рекомендую например эту пряжу для носочков. Немножко пробежимся по составу. Здесь в 50 граммах 170 метров и по составу это 45 процентов альпаки, 30 процентов полиамиды, 25 процентов шерсти. Производители рекомендуют использовать спицы номер 3. Я к данным рекомендациям не прислушалась и использовала спицы два с половиной. Все носочки я вязала на трех спицах. То есть если вам этот мастер-класс не подходит или вы не умеете вязать на трех спицах, тогда наверное лучше не смотреть. Также для работы нам потребуется два маркера и игла, чтобы прятать нашу ниточку. Ну а теперь немножко о носках. В данном мастер-классе вы узнаете как вязать пятку подкову, узнаете также как вязать немецкие укороченные ряды, а также как выполнять клин подъема для лучшей посадки носка. И также мы будем делать с вами закрытие носка, то есть формировать мысок вот такой треугольный, по типу варежки его еще называют. А также узнаете как закрыть сам мысок методом трех спиц. То есть я считаю мастер-класс получился достаточно подробный и удачный. Единственное хочется мне сделать оговорку, что данное закрытие, именно данный мысок, скажем так, вот такой треугольной формы, хорошо подойдет тем людям, у кого средний палец на ноге чуть выше большого. Сейчас на фотографии вы видите, что я имею в виду. Ну а так, в принципе, носки получились очень легкие. Для работы мне потребовалось два мотка. Я всегда вяжу носки из каждого мотка. Чтобы не запутаться, вы можете вязать сразу на разных спицах, либо на одних на леске сразу два носка. Но данный узор, и вообще вся методика и техника вывязывания данного носка очень легка. То есть, чтобы повторить второй носок, вам практически не надо будет ничего считать. Об этом и обо всем поподробнее в моем мастер-классе. Но я желаю вам приятного просмотра и надеюсь увидеть ваши готовые работы под этим хештегом. А теперь спицы в руки. Итак, вот у меня получился такой треугольник. Здесь у меня 60 петель. И теперь начинаем вязать первый наш ряд. Никакой дополнительной петли для объединения в круг я не набираю, когда вяжу на таких спицах. То есть, здесь нужно максимально плотно подтянуть нить. Первая петля у меня будет изнаночной. Здесь вот максимально прям плотно. Все, дальше мы вяжем по рисунку. То есть, это у меня будет теперь 2 лицевые. Дальше 1 изнаночная. 1 изнаночная. 2 лицевые. Это был первый мой раппорт. Теперь опять повторяем 1 изнаночная, 2 лицевые. 1 изнаночная. 5 лицевых. Повторяем наш узор. Теперь, если вы не запутались в узоре, то у вас последние 2 петли должны быть лицевые. Мы провязали первый наш ряд и теперь, собственно говоря, к узору. Здесь у нас получается 1 изнаночная. Мы также провязываем все изнаночные и вяжем изнаночными. Вот теперь 2 лицевые. Мне необходимо сделать, так сказать, перекрещивание. Сейчас попытаюсь поближе показать. Значит, вот у меня 2 петли. И теперь мне необходимо протянуть одну петлю через другую. То есть, как бы с наклона получается у меня влево. Вот я петлю вытянула, возвращаю ее обратно на спицу и провязываю лицевой. Первую. Вторая у меня получается как бы скрещенное лицевое. И вторую. Все. Дальше опять 1 изнаночная, 5 лицевых. Опять 1 изнаночная. И вот теперь 2 лицевые. Здесь мы делаем как? Мы делаем все то же самое, только с наклоном вправо. То есть, мы вот эту вторую петлю я как бы поддеваю и через нее вытягиваю первую. И вот здесь изнаночная с половы. В эту же дужку захожу, да, и провязываю лицевой. И здесь получается как бы скрещенная лицевая петля. Опять 1 изнаночная. Здесь у меня 2 лицевые петли. Мы будем делать как в первом случае. То есть, у нас будет наклон влево. Вытягиваем петлю. Возвращаем ее на спицу. Провязываем 1 лицевую. Следующую за ней скрещенной лицевой. Вот таким образом. Дальше 1 изнаночная и 5 лицевых. Теперь попробую показать поближе. Максимально было видно. Ну вот, смотрите, вот у меня получается 2 петли. Сейчас мы будем с вами делать наклон влево. То есть, вот я захватываю сразу 2 петли. Переснимаю на другую спицу. Завожу в первую. Вытягиваю. Ее я возвращаю на спицу. И провязываю лицевой. Следующую за ней, получается, как бы у меня скрещенная лицевая. Все. Дальше 1 изнаночная. 5 лицевых. Опять 1 изнаночная. И вот теперь мы будем делать манипуляции, да, только с наклоном вправо. То есть, я беру вторую петлю. Ну, вот так снимаю. Здесь я на спицу не возвращаю, да, как бы в дужку захожу. Провязываю лицевую. И здесь у меня следующая, получается, скрещенная лицевая. Все. И таким образом вяжем до конца нашего кругового ряда. А теперь третий ряд, получается, мы вяжем по рисунку. Просто, вот как есть, изнаночные, лицевые. То есть, никаких перекрест, никакого перекрещения петель здесь нет. Да, мы не скрещиваем. То есть, вяжем по рисунку. Вот эти лицевые мы провязываем просто лицевыми. Изнаночную, изнаночную. Здесь, как вязать, за какую стенку, вы решайте сами для себя, кому как удобнее. То есть, мы делаем только манипуляции в этих дорожках, да, из двух петель. И вот эти перекрещивания мы делаем через ряд. То есть, получается, в каждом втором круговом ряду. Вот таким узором будем вязать на высоту примерно где-то 11 сантиметров. Ну вот, я провязала свои 14 сантиметров. У меня получилась здесь длина. То есть, у меня здесь нет никакой резинки. Я провязала просто 14 сантиметров. И важный нюанс. Вот здесь, где у нас было начало кругового ряда. Это вот у меня ниточка, да, это будет центр нашей пятки. И дальше я перехожу к формированию пятки. Для начала мне нужно сделать уплотнение. Для этого мне понадобится нечетное количество петель. Обычно мы формируем пятку следующим образом. То есть, мы количество наших петель делим на две части. То есть, одну часть оставляем пока в покое. Да, и работаем со второй. У меня, напомню, 60 петель. И теперь мне нужно разделить на два. Получается, 30 петель у меня должны быть в работе. Ну вот так как у меня узор, скажем так, да, уплотнение пятки требует того, чтобы у меня было все-таки нечетное количество петель. То есть, я одну петлю заберу. У меня здесь получится 31 петля. Теперь я приступаю. Значит, мне необходимо выделить. Это как будто будет моя центральная петля. Да, теперь мне необходимо 15 петель провязать лицевыми. Здесь на узор уже не смотрим. Вот как раз у меня получается, что у меня закончилось. Да, вот где мы сделали вот эти перекрещивания. Было две дорожки. У меня закончился здесь. Получается, вот моя будет кромочная. Остальные петли для удобства. Да, если вы вяжете на трех спицах, как и я, я просто вот сюда перекину. Теперь повернули мы на изнаночную сторону, да, будем формировать пятку. Для этого, чтобы уравнять мне здесь петли, мы провяжем все петли изнаночными. То есть, вот эти петли, которые у меня были в работе. У меня здесь получилось 16, помню, да, что мы как бы выделяли ее центральную 16. Теперь мне необходимо провязать еще 15 петель с другой спицы, да. Итого у меня получится 31 петля на пятке. Вяжем 15 петель. Все, получилось у меня здесь 31 петля. А вот этот остаток я для удобства всегда перекидываю на другую спицу, потому что, ну, я работать с ними не буду, да, пока я их просто отложу. Ну, вот у нас получилось поделить. Теперь мы переходим на лицевую сторону. И вяжем следующим образом. То есть, кромочную я снимаю, сразу за кромочной вяжу одну лицевую, следующую лицевую, переснимаю нить за работой. И опять, одна лицевая, переснимаю нить за работой. Вот таким образом я буду вязать до конца ряда. Кромочную провязываю в обычной изнаночной. Все, провязала 31 петлю, поворачиваю работу на изнаночную сторону. И теперь просто вяжу все петли изнаночными. То есть, и переснятые, и те, которые у нас были провязаны. Кромочную мы делаем изнаночную. Все, поворачиваем. И вот эти, собственно говоря, два ряда будем вязать мы на протяжении высоты, да, скажем так, которая нам необходима. Обычно по правилам вязания носка количество рядов, да, зависит от того, сколько петель у вас на одной спице, если вы вяжете по классике на четырех спицах. Чисто теоретически у меня должно быть это 30 рядов. То есть, у меня получается, мы провязываем с вами два ряда и получаем одну вот такую кромочную вытянутую петлю. Да, чтобы вам не спица, посчитай, да. Я буду брать не 15, я буду брать 13. То есть, мне этой высоты будет достаточно. Ну вот я провязала свою высоту. У меня получилось здесь провязать 26 рядов. Вот так выглядит моя изнаночная сторона. И вот так выглядит лицевая. Чтобы не сбиться в количестве провязанных рядов в высоту, я рекомендую посчитать вот эти кромочные. То есть, вот эти кромочные, здесь их должно быть 13. Получается, у нас вот эта одна, как бы, большая такая петля кромочная, да, идет как за два ряда. Ну и теперь, собственно говоря, будем формировать. Следующим образом будем делать. У меня, напомню, на спице здесь 31 петля. И теперь мне нужно поделить. У меня, кстати, будет пятка, так называемая, подкова. Значит, для начала мне необходимо провязать 19 лицевых петель. То есть, я разделила на три части. Центральная часть у меня будет 9 петель. И по 11 петель с каждой стороны. Для первой убавки, да, мне необходимо провязать 19 лицевых. Я провязала 19 лицевых. Теперь смотрите, что будем делать. Значит, будем провязывать две вместе с наклоном влево. Провязали две вместе. Следующую лицевую петлю провязываем. И опять же, ее возвращаем на спицу. Поворачиваю свою работу. Нить тяну от себя. То есть, у меня получилась на спице образовалась петля, как бы с накидом. И теперь дальше вяжем. Вспомним, да, что я выделила 9 центральных петель. То есть, у меня получается первая, вторая. Значит, у меня должно получиться 8. Девятую петлю я буду убавлять, да. Смотрите, значит, учитываем, что мы провязали 8 изнаночных. И теперь у нас здесь 11, да, вот этих петель. И вот она моя, как бы, девятая петля. И вот эти две петли мы будем провязывать вместе. Провязываем вместе изнаночной. Затем следующую петлю провязываем изнаночной. Возвращаем опять ее на спицу. Теперь поворачиваем на лицевую сторону. И теперь нить мы подтягиваем на себя. Чтобы у нас образовалась петля с накидом. Дальше вяжем лицевыми. Вот здесь у нас была петля, как был с накидом, да. Мы ее подхватываем вместе с накидом. И вместе со следующей петлей провязываем вместе. Вот таким образом. Нить подтягиваем. Дальше опять лицевую провязываем лицевой. Да, следующую петлю. Возвращаем ее на спицу. Поворачиваем на изнаночную сторону. Нить от себя. Вяжем изнаночными петлями до нашей убавки. Сейчас покажу. Вот мы провязали изнаночными. Вот опять петля с накидом. Именно эту петлю с вот этим накидом я буду провязывать вместе изнаночной со следующей петлей. Просто провязываем. Как две вместе. И следующую петлю провязываем изнаночной. И опять же ее возвращаем на спицу. Поворачиваем на лицевую сторону. Нить на себя. Вот такие будем делать убавки до тех пор, пока у нас вот эти все петли со спицы не уйдут. Вот мы опять дошли до петли с накидом. Ее мы провязываем со следующей петлей. Две вместе лицевой. Провязать следующую петлю лицевой. И вот таким образом будем с вами формировать всю нашу пятку. Помним, да, что когда мы поворачиваем, если это изнаночная сторона, нить мы от себя заводим, чтобы у нас образовалась петля с накидом. На лицевой стороне, наоборот, на себя. Ну вот у меня получилось выполнить все мои убавки. Ну, то есть вот так это примерно выглядит. Здесь у меня теперь на спицах 19 петель. Значит, что будем дальше делать? Так как у меня была последняя моя убавка на изнаночной стороне, я сейчас просто провяжу весь ряд лицевыми петлями. Также первую снимаю. Вот, я прорезала, да, теперь мне необходимо здесь будет поднимать петли. Пока спицу я эту оставлю, да, возьму свою еще одну спицу. И теперь, каким образом будем поднимать петли? Я буду заходить вот сюда в кромочные петли. Вот прям вот эти две дужки буду подбирать, да. И вот у меня получилось поднять 13 моих петель, да, то есть 26 рядов мы для этого вязали, чтобы поднять 13 петель. И теперь, когда мы будем переходить на вязание на этой части, нам необходимо, чтобы вот не было дырочки, я еще одну петлю подниму из вот этой изнаночной, да, которая у нас была по рисунку. То есть у меня получилось это вот 14 петель. Все, теперь у нас здесь не будет дырочки. И значит, вот эту петлю я рекомендую перенести на эту спицу, объясню потом почему. Теперь я еще в работу возьму одну спицу. И дальше мы теперь будем вязать по рисунку. То есть сейчас у меня, по идее, должен быть просто ряд без вот этих перекрещиваний. Помним, да, что вот эту петлю я снимаю. И дальше все как обычно. И вот мы находимся на второй нашей части, да, то есть тебе необходимо опять набирать петли. И вот здесь этой же спицы я рекомендую, там где у нас была изнаночная петля, да, все то же самое. В нее я захожу, вытягиваю одну петлю. И я надеваю на эту спицу. Все, и дальше поднимать все мои 13 петель, как и на другой стороне. Все, вот у меня 13 петель. Теперь, значит, что у меня здесь с пяткой? У меня, мы помним, да, 19 петель. Мне нужно разделить напополам. То есть напополам здесь не делится, да, то есть получается 9 и 10. Я возьму здесь 9 петель, провяжу на эту же спицу, да, это просто чтобы распределить, скажем так, петли на спицах. Ну, все, провязала. Теперь опять, да, еще одну спицу возьму. И дальше вяжу лицевыми. Так как я люблю носки вязать на трех спицах, да, ну, сейчас уберу. И вот эти петли, которые у меня здесь были набраны, я их провяжу, да, то есть вот этой же дальше спицы вяжу. Первый ряд я всегда провязываю лицевыми, да, то есть здесь пока убавку не делаем. И теперь вот мы вернулись к нашему рисунку. Ну, вот тут, где у нас опять, да, вот мы с вами теперь работаем на трех спицах. У нас наша пятка. Здесь, получается, будет, ну, скажем так, визуально мы сделали начало кругового ряда. Дальше мы вяжем лицевыми петлями. Я провязала лицевыми петлями, здесь у меня осталась одна лицевая петля. Да, помним, что вот здесь, когда мы поднимали дополнительную, да, я ее сюда, на эту спицу накинула. То есть мне теперь необходимо провязать две вместе с наклоном вправо. То есть будем делать, так сказать, так называемый клин подъема. Ну, просто для того, чтобы, во-первых, уравновесить наши петли. Ну, то есть у нас сейчас изначально уже большее количество петель стало, чем было до этого, да, то есть уже не 60 у нас явно петель. Все, сделали убавку. Ну, то есть, и опять вот новая спица у меня здесь я сделала убавку. И дальше по рисунку. Вот так, по рисунку у меня было 5 лицевых. Вот они, дорожка из 5 лицевых. Теперь вот это то, что мы поднимали изнаночную петлю дополнительно, чтобы у нас не было дырочек. Теперь нам необходимо сделать убавку, то есть с наклоном влево. Я буду это делать методом, так называемой, протяжки, да. Сейчас я просто поверну петлю для удобства. И теперь следующую за ней провяжу лицевую. И через нее вот так вытяну. И подтягиваю. Все, и дальше вяжем лицевыми петлями до конца нашего кругового ряда. Следующий круговой ряд мы делаем без убавок. То есть убавки мы будем делать в каждом втором ряду. Но при этом не забывайте, да, сохранять также узор. То есть вяжите узор, как вы до этого вязали. Я провязала ряд, у меня осталась одна петля, да, и тут опять. Я ее сюда перекидываю. И теперь мне нужно провязать две вместе с наклоном вправо. И дальше по рисунку. У меня должно быть пять лицевых. Мой рисунок сохраняется. Вот такие будем делать убавки в каждом втором круговом ряду. До того момента, пока общее количество петель не выровняется. То есть не станет, как мы до этого набирали, в 60 петель. Если у вас нога чуть уже, конечно, количество петель варьируйте под свою ширину ноги. Как правило, делают обычно, да, на изначальное количество петель уходит. И вот тут еще, да, для ориентира, чем удобнее. Удобен, да, такой способ, когда, например, вот здесь я делаю перехрест. То есть в том ряду, когда я провязываю лицевыми, вот этот рисунок, да, где мне не надо перекрещивание делать, я делаю убавку. В том ряду, где я делаю перекрещивание по рисунку, я убавку не делаю. То есть вот таким чередованием вы легко сориентируетесь, чтобы, ну, просто не потеряться в каком ряду, что вам делать. Ну, вот я думаю, принцип выполнения понятен, да, то есть дальше делаем убавки до того момента, пока у нас общее количество не станет 60 петель. Ну, вот я сделала свои убавки, у меня в работе сейчас находится 62 петли. И мне, то есть данная ширина оптимальна. На этом этапе вы можете уже померить и сами для себя определить, нужно ли вам еще делать убавки или же достаточно. То есть убавок может быть меньше, может быть и больше. Здесь в зависимости, конечно же, от ширины вашей ноги. То есть вот так это теперь выглядит. Здесь она играет роль резинки, да, стягивает полотно. И дальше теперь буду вязать, сохраняя рисунок. Вот это, да, вот эти перекрещивания петель, не забываем, буду вязать на необходимую мне длину. Ну, вот так уже выглядит мой носок. Напомню, да, что после того, как мы сделали вот этот клин, да, подъемы так называемый, вот здесь у меня была последняя убавка, и от этой убавки я провязала высоту еще 10 сантиметров. Напомню, носки я вяжу на размер 36, но так как нам надо будет еще связать второй носок, да, то есть носок должен быть одинаковым, симметричным. Поэтому я вам рекомендую считать высоту, например, да, по вот этим дужкам. Вот сейчас покажу поближе. По вот этим перекрещиваниям, которые мы делали, они должны, их количество должно совпадать. У меня сейчас составляет их общее количество 56 штук. Ну, и теперь, собственно говоря, перейдем к формированию нашего мыска. Я буду делать следующим образом. Мы с вами условились, что вот здесь у меня, где у меня середина на стопе, это у меня будет начало кругового моего ряда. И дальше вяжем. Кстати, больше перекрещиваний мы никаких не делаем. Дальше вяжем все лицевой гладью. Я вяжу лицевыми петлями до последних трех петель. На спицу у меня осталось 3 петли. Теперь будем вязать следующим образом. Я делаю убавку. Провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 1 лицевая. Перехожу на следующую спицу. Здесь мы делаем то же самое. Значит, 1 лицевая. И теперь нам необходимо убавить 2 вместе с наклоном влево. Вы можете делать любым удобным для вас способом. Я просто поверну петли и провяжу 2 вместе лицевой. Остальные петли я вяжу лицевыми. То есть больше мы ничего здесь не делаем, никаких узоров. Маленькая оговорка для совсем новичков. Если вы вяжете себе носки и у вас далеко не 36 размер, и вы не знаете, когда начинать делать убавки, небольшой вам такой ориентир. Померьте вот на данной стадии носок. Начинать убавки нужно делать с того момента, где у вас на мизинце располагается ноготь. То есть в самом основании ногтя, где у вас начинает расти ноготь. Но это для совсем новичков. Здесь точно так же я буду довязывать, пока у меня на спице не останется 3 петли. Теперь я буду провязывать 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая. Перехожу к 3 моей спице. Здесь мы опять провязываем 1 лицевую, делаем убавку с наклоном влево. Тоже разверну здесь петли для удобства и просто провяжу 2 вместе лицевую нить, подтягиваю. Вот у меня провязался 1-й круговой ряд с убавками. Следующие 3 ряда мы вяжем без убавок, просто 3 ряда лицевыми петлями. Если говорить о принципе убавки, убавок, я скажу так, что у нас было 62 петли. Выделяем по 1 петле в краю лицевой и от нее делаем убавки. То есть между этими лицевыми петельками получается по 30 петель. То есть мы будем делать убавки по направлению друг к другу. Так называемые убавки, как для варежек еще называют. Но пока вяжем 3 ряда лицевой глади. Вот теперь я нахожусь в 4-м круговом ряду и все то же самое делаем убавки. То есть довязываю петли до последних моих 3-х петель. Вот мои 3 петли. Теперь мы будем делать убавку с наклоном вправо. 2 вместе, 1 лицевая. Теперь опять 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Провязываем лицевыми до последних 3 петель. Вот у меня здесь 3 петли. Опять будем делать убавку. 2 вместе с наклоном вправо. 1 лицевая. И 1 лицевая. Переходим к следующей спице. Провязываем 1 лицевую. И 2 вместе с наклоном влево. Теперь необходимо провязать без убавок 2 ряда круговых. То есть в третьем ряду мы будем делать опять убавки. Теперь будем делать третью убавку. Нахожусь на третьем ряду круговом. То есть 2 ряда я уже провязала. Теперь буду делать третью убавку. Все то же самое. Довязываю до последних 3 петель. Делаю 2 вместе с наклоном вправо. 1 лицевая. Теперь перехожу к следующей спице. Здесь вяжу 1 лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Дальше лицевые петли до последних 3 петель. Вот у меня остались 3 петли. 2 вместе с наклоном вправо. 1 лицевая. Перехожу к следующей спице. 1 лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Вот мы сделали третью убавку. Довязываю до конца моего ряда кругового. Дальше мне необходимо провязать 1 круговой ряд без убавок. То есть просто лицевыми петлями. Ну и теперь будем делать убавки. Только теперь уже будем делать убавки в каждом круговом ряду. Все тем же методом. То есть вот мое начало было кругового ряда. Я довязываю до последних 3 петель на спице. Делаю убавку. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 1 лицевая. Перехожу к следующей спице. Провязываю 1 лицевую. Дальше у меня идет убавка с наклоном влево. Затем лицевые петли до конца. До вот этих 3 петель на спице. До последних. Опять вот 3 петли. 2 вместе с наклоном вправо. То есть у нас убавки смотрят друг на дружку. Дальше 1 лицевая. Перехожу к следующей спице. Здесь все то же самое. 1 лицевая. Теперь убавка с наклоном влево. То есть 2 вместе лицевых. И закончили круговой ряд. И теперь такие убавки будем делать в каждом нашем ряду. До тех пор, пока на спицах общее количество петель не будет равно 10. То есть до того момента, пока у нас будут 10 петель на спицах. Мы их потом просто будем закрывать. Ну вот у меня здесь сейчас получилось 10 петель. Общее количество. И сейчас будем переходить к закрытию нашего мыска. Несколько вариантов есть. Здесь можете сейчас обрезать нить. Вдеть ее в углу. И просто протеть через эти петли. Вот как делают на шапках. И вытянуть. Я решила в этот раз немножко, скажем так, по-другому сделать. Для этого мне надо уравновесить мои петли. Вот здесь у меня теперь 5 петель. Здесь помним, да, что вот эта середина на подошве. То есть вот эта подошва. Это было условно начало нашего кругового ряда. Теперь я просто, чтобы у меня ниточка была вот здесь сбоку, я довязываю лицевыми петлями до конца ряда. То есть без убавок. Теперь у меня получается на каждой спице по 5 петель. Так это выглядит. Ну, то есть вот перед. Ну и теперь, собственно говоря, как мы будем... Нить уже можно нам обрезать. И теперь мне понадобится для удобства маркер. Это могут быть и петли-держатели. То есть кто чем богат. У меня есть вот такие маркеры. И сейчас я просто пересниму эти петли со спицы на маркер. Ну, а вот получаются мои петли на маркерах. Ниточку туда засунем, чтобы не потерять ее. Теперь просто мне нужно вывернуть носок наизнанку. Вот моя ниточка. И теперь выворачиваем. Первый маркер, второй маркер. И теперь опять же возвращаем наши петли на спицу. Вот у меня 5 петель. Ну, все то же самое делаем со вторым маркером. Так, смотрим, все наши петли на месте. Все на месте. И теперь будем просто закрывать методом трех спиц. Для этого нам потребуется еще одна спица. Значит, метод трех спиц заключается в чем, что мы просто не сшивая, а просто закрываем петли с одной и с другой спицы попеременно. Утягиваем. То есть по факту это просто две вместе лицо. Захватила. Спускаю обе петли. Опять вот вывожу лицевую. Теперь убавку. На, провязываем. Вот закрыли. Опять захожу. Вот так это выглядит. Теперь можно вывернуть носок и посмотреть, красиво ли у нас получилось. Вот так это выглядит. Получаются такие, как бы вот лепесточки. Ну, вот такой интересный носочек получается. Нам осталось связать второй носок, постирать, высушить, как говорится, и носить в удовольствие. У меня вот так выглядит мой второй носочек. Тоже только что со спиц. И вот так все это выглядит. Осталось только постирать и носить в удовольствие. Если вам понравился данный мастер-класс, пожалуйста, поддержите мой канал лайком, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте вставить оповещения, то есть нажимайте колокольчик. Просто для того, чтобы дальше не пропускать мои видео. И до скорых новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok